Привет вам, друзья мои! С вами Мора, и хотел бы я рассказать вам о своей поездке в Москву. Но рассказ будет долгий, поэтому рекомендую всем запастись терпением, нажать на паузу и пойти взять вкусный чай. Ну, вот теперь совсем другое дело. Зелёный чай хорош, и можно спокойно начинать свой рассказ. Основная цель моей поездки была поддержать Владимира Пташника на съёмках сомнительной передачи «Косметический ремонт», которая идёт на Муз-ТВ. Но помимо своего такого основного лейтмотива, я успел осуществить целый спектр разных деяний, и давайте я вам о них расскажу. Вообще всё началось с того, что меня встретила незабвенная Аня Фейри. Аня, спасибо тебе большое, что ты меня встретила, я не потерялся в Москве. И мы с Аней пошли гулять по Старому Арбату. Старому Арбату. Старому Арбату. Старому Арбату. Будет странно. Не, не буду мешать. Ну вот видите, да, ребята стоят там, мокнут под дождём, хотя не могут, там такие будочки есть. И они тренируют покерфейс. И как кто тренирует покерфейс, что надо делать? Правильно. Теперь для блога есть перебивка, я доволен. Дорогие друзья, если вы вдруг приезжаете в Москву, то в Мавзолей идти смысла нет, там Ленин уже не лежит. Он уже укатился и лёг в другое место. А на Красную Площадь в День Выборов вас никто не пустит. А всё почему? Потому что День Выборов мы все смотрели, песенку мы все помним. Как снежинки красиво влезят объектив. Сейчас вот это вот. Покажи офигительную очередь. Это офигительная очередь, хочется в Мавзолей. Вмать его, взамать его, лей. Поехали. Пугаков писал о диалоге перлиоза и бездомного. И удивительно думать, что где-то вот на такой же лавочке сидели перлиоза и бездомного, где-то оттуда до этого подошёл футболон. Где-то там перлиоза отрежут голод. Вау! Чёрт возьми, это так сквозь время. Чём отличается Москва от Питера? Да ничём. Один и тот же Макдак, что там, что тут. Потом, ближе к 12, мы распрощались с Аней и я поехал к Людмиле, вокалистке группы Вичкрафт, с которой, не мудушно лукаво, мы поехали на концерт той же самой группы Вичкрафт. Но, несмотря на то, что я не сумел снять сам концерт, я снял эдакие, знаете, постфактум мероприятия. Да, я думаю, вам он сейчас понравится. Ребят, простите, если сейчас чуть-чуть неадекватно громко. Дело в том, что только что с концерта группы Вичкрафт, ребята из Москвы, вот, ребята отрабанили. Макс, помаши рукой. Вот за барабаны of the Vichcraft. Да, мы сейчас в квартире как раз барабанов и вокала Вичкрафта, где сегодня мне предстоит остаться. Я надеюсь, что и завтра я здесь с ребятами буду, а потом встретиться со всеми остальными, так как домой пока что не еду. Ну, сейчас приедут ребята и... Амора тут хвалился, месяц не пьет. Вот так вот месяц бесславный и закончится. Значит, ты вот так вот плак снимаешь. The Witchcraft and not the witchcraft. Да. Первое видео удали. Да, хорошо. При мне. Это Амора, козел, который снимал наше видео. Я сделаю так, и все будут думать, что я просто пират. Нет, ты просто придурок. Я просто пират. Я просто одноглазый пират. Ты просто одноглазый придурок. Ты такая милая. Основная суть блогера в том, что он всегда не вовремя. Да, группа Witchcraft. The Vokes of the Witchcraft. Владимир, а то вы там запаривались, что я видео снимаю? Мне вообще абсолютно п***. Ты на ней что-то заморозишься. Хорошо. Опа. Потому что я пришел к тебе. Ах ты козел. Смотри, надумай, половину она крашена. Из обычного парня. Из обычного п***ого парня. Превращается в красного. Парня аниме вампира. Аниме вампира, да. Он будет очень сексуально эротичный, чувственный. Вы посмотрите только на его милые реписы. Его реснички, как они сексуально спадают. Он был обычным человеком, но встал. Он был обычным говном, но толпит в ч***ом, смотри-ка. Был встал. Был встал. Видите разницу? Воплощение, мир, заснегадость. Ох ты козел. А что вы называете знак вегатского движения? Вот зачем? Пускай знают люди вегероев, что нам подобные есть и здесь. Я жру трупы. Я жру трупы. Я жру трупы. Я жру трупы. Ты вообще, у тебя клево, она так наикрасила. Да, мне кажется, я похожа на страшную иллюстрацию к фильму про школьницу. Мне страшно, я клево накрасила. Спасибо, я рада. Мне очень приятно. Зря я около зеркала стал, конечно. Почему? Старею, прямо скажу, каждый раз, когда я гляжу туда. Да, 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 право слово. Где убийца моего лица? Девушка, что ты хочешь? Ты же автор, конечно. Молодец, автор засветился. А это я автор. Я автор данного вот... Данного чего? Вот как вы это назовете, а? Пьяная, помятая, пионер, вожатая. Она похожа на 45-летнюю... Ну, в принципе, я молчу. Девственница. Почему? Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно происходящего сегодня. Не о законе против чего-то там. Просто о том, что происходит сегодня. Ты говоришь про закон против геев? Нет, я говорю о том, что происходит, как говорят, на сегодня и на этой кухне. О законе за геев. Самое прям обидное это то, что геев делают не геи геями, а именно тёлки. Тёлочки больше. Тёлки, которые нравятся, когда мужик выглядит как пи***. В чём ваши проблемы, чёрт возьми? Э, ребят, посмотрите мои фотки. Я пи***ный чувак. Ну, нахуй, я из меня делать говно. Ребята, девчонки. Почему тёлкам нравится накрашенный пар? Я понять этого не могу. Когда я был не накрашенный, все говорили, фу, урод, дебил. Но стоит мне пи***ть юбку, эти чулки, так сразу всё текут. И пи*** ему завтра в космическом, косметическом ремонте, космическом, косметическом ремонте из меня сделают настоящего мужика. Я отвечаю. Поцелуйтесь под конец-то. Надо ещё фотку сделать, где ты одна с ними двумя, я одна с ними двумя. С обезьянками, да, нужно сфотографироваться. Да, да, да. Костюм зафальчить, а убери, нахрен. Я, короче, корчусь из себя пи***а только потому, что я нравлюсь ***. Ваш испорченный вкус делает из меня такого. А из тебя кто делает такого? Просто нет слов, что? Что? Ой, Владимир. Слышите, можешь кусок, короче, вы стоите, типа я не знаю, че я прохожу, яйца поправляю, прохожу мимо. Да, поправь яйца, конечно. Ещё раз. Плохо яйца чешешь. Наташа, лучше вот так мимо проходи, жопу просто почеши. Тебя траву прямо? Лучше жопу чеши, не чеши яйца оттёшь, всякие яйца. Как говорил Станиславский, нет яйца, не чеши их. Я ему смс-ку знаешь, что я пишу? Ты что делаешь, сука? Косметика, всё, ты ч***и, а ты мне что обещал? По-моему, ты долго говоришь, но я думаю, надо посмотреть в камеру, нет? Камеру? Я думаю, блог теперь будет просмотров больше. Я думаю, да. А сейчас я покажу вам, как обитают эти забавные звенчики в этом варианте. Смотрим, меня будут бить за это видео. Вот примерно так закончился мой первый день в чудесной белокаменной столице. И что было дальше, мы узнаем в следующий раз. Кра- Продолжение следует...